Всем добра! Мирный 13 подходит к концу и мне удалось собрать все свидетельства об этом событии. Наверняка не все заморочились и столько играли в этот режим, чтобы собрать все карточки, поэтому я сделал это за вас. Итак, погнали! Расскажу вам про всю историю, про все свидетельства, которые нужны для восстановления картины происходящего. Арзагир, 1963 год. Из письма эфрейтера Заборского. Письмо, не пропущенное военной цензурой, найденное в архиве воинской части. А я все тут, в Арзагире. Служить мне еще долго, но зная, как у вас работает почта, письмо это вы можете получить уже незадолго до моего возвращения. Честно говоря, лучше бы я остался в Мирном, где начинал службу. Тут до него два десятка километров. Но какая же большая разница? Там маленький уютный городок, где есть чем заняться и куда сходить в увольнительную. По-доброму завидую ребятам из тамошнего гарнизона. Здесь же какое-то уныние, служба тянется как кисель. Уже три месяца не держал в руках книгу, их тут просто негде взять. Из Мирного сюда их не завозят. Нас никуда не пускают, ничего не говорят и я чувствую себя скорее бездумным винтиком, чем защитником отечества. Понятно, секретный полигон. Но не от нас же самих. Мы все время стоим в охранении нашего особого отряда, который сейсмическими взрывами ковыряется. Слышал только, что тут все никак не придут к решению, какой мощности заряды нужны. Арзагир 21 километр. Письмо, не пропущенное военной цензурой, найденное в архиве военной части. Ребята из НИИ, под чьим контролем вся эта деятельность происходит, уверяют, мол, все это для быстрого бурения, для создания полости земли и всякого такого. Да вот только Мирный не город горняков, там же нефть, а не руда. Не знаю зачем для ее добычи взрывать землю. Они же не только толовыми шашками землю долбят, но и ядерными зарядами. Пока малой мощности вроде как. Я не видел. Но если у этой операции будет продолжение, нас тут всех нормально трясти начнет. Ну, хоть Гегер молчит, значит или очень глубоко, или действительно заряды маленькие. Из города все идут и идут грузовики со знаками опасный груз. Передай папе привет. Скажи, что по возвращению я обязательно поступлю на филологический, как он и хотел. Из письма местной школьницы подружки по летнему лагерю. А за маленькой сестренкой присматриваю постоянно, потому что у родителей много работы. Папа все так же добывает нефть. Он всегда говорит, что нефть наше будущее. Я просил его показать, что это за нефть такая, и он принес ее в банки. Мы с сестренкой перепачкались, и мама очень сильно ругалась на папу. А потом он рассказал, что когда-то давно они нашли в этой нефти что-то необычное, чего раньше там не попадалось. А после этой находки в город приехали ученые и начали это необычное изучать. Папа мой возил им нефть. Так он и встретил мою маму. С тех пор у нас в центре города штука большая стоит, куда люди в белых халатах что-то носят. А еще у нее имя свое есть. Молот вроде. Штука это очень важная, поэтому рядом с ней солдаты. Папа как-то сказал, что туда носят эти кусочки из нефти, и там их собирают. Мне она нравится. Она красивая. Под солнцем всегда переливается чудно. А по вечерам гудит. Мирный нефтяник. Из рубрики «Спрашивали отвечаем» газеты «Мирный нефтяник» 7 октября 1963 года. Читатель наверняка заметил, что в нашем любимом городе в последние несколько дней стали наблюдаться нетипичные подземные толчки. Наша газета обратилась за комментариями в местное отделение НИИ, геологии и геофизики. На наши вопросы отвечал старший сотрудник Владислав Кравцов. Владислав, жители города обеспокоены текущей сейсмической активностью. Чем она может быть вызвана? Да, наши сейсмографы зарегистрировали подземные толчки. Но я могу утверждать, что это не более чем обычное смещение литосферных плит. И вряд ли стоит опасаться какого-то ощутимого землетрясения. Можете ли вы прокомментировать сопровождающие ее магнитные аномалии? Например, стрелка компаса вращается циклично и не хочет останавливаться на севере. В городе стали наблюдаться перебои с электропитанием. Напряжение в сети заметно скачет, из-за чего выходят из строя электроприборы. Хотя на подстанции утверждают, что у себя неполадок не фиксируют. Могут ли эти явления быть следствием подземных толчков? Маловероятно. Я не вижу оснований полагать, что эти феномены связаны. Повторюсь, беспокоиться не о чем. Несколько дней и все должно утихнуть. В комментарии такого серьезного специалиста не оставляют сомнений в том, что мирный быт мировчан в ближайшее время наладится. В нашем случае наша газета продолжит следить за ситуацией. О следующем номере на ваши вопросы ответит капитан футбольной команды «Нефтяник» Дмитрий Махлаков. Записка к главному редактору. «Михалыч, это чушь. Какие литосферные плиты? Кто вообще этот Кравцов? Я с ним говорил почти час, а внятных ответов набралось на четыре строки. Мы что, сознательно граждан в заблуждении водим? Все же догадываются, и ты тоже, что это военные что-то баламутят. Я сам видел конвой в сторону Арзагира. С таким военным сопровождением, что даже придумать не могу, что можно туда везти. Они там бурили на нефтяную глубину. И, как мне тут знающие товарищи сообщили, взрывчатку заложили. Мы же все тут под землю идем. К военным обращаться бесполезно. Они ничего не скажут. Ты ведь тоже замечал странное свечение по ночам, как будто полярное сияние. В средних-то широтах. Проводка горит сама по себе. А жена вчера иголку на ковер уронила. Так магнит отказался ее хватать. Размагнитился за одну ночь. Люди заметно волнуются. Наши статейки тут уже не помогут. Ты это понимаешь не хуже моего. Записка местной жительницы сестре. Нина, мы уходим. Дмитрий знает, как пробраться через оцепление. Мы с ним идем. Прошу тебя, не дури, тоже собирай вещи и беги. Газетчики врут. Здесь опасно находиться. И стенограммы совещания начальника гарнизона. Ни военное, ни чрезвычайное положение без указа сверху. Связь вышла из строя. Техперсонал не может установить причину и оперативно ее устранить. Мы полностью изолированы от внешнего мира. И решение нужно принимать локально. Пока весть о нашем ЧП дойдет до центра, может быть уже поздно. Товарищи офицеры, прошу вас незамедлительно принять меры по временной, подчеркиваю, временной изоляции города. Оставив только единственный канал сообщения Мирный Арзагир. С командиром Арзагирской военной части связаться не получается. Выслали машину, ищут его. Так, Каноненко, развернуть блокпост на пересечении Родниковой и Солнечной. Бакинский, блокпост на Степной напротив подстанции. Ковалев, закрываешь выезд со стороны Арбатской. И найди ребят из особого отдела. Всех срочно ко мне на инструктаж. Из города никого не выпускать. Грузовики с продовольствием разгружать прямо на блокпостах. И тут же разворачивать обратно. Никому ничего не говорить. В крайнем случае, мера временная. Бояться нечего. Размыло дороги. Из стенограммы экстренного совещания начальника гарнизона. Приказ о незамедлительной эвакуации. Округ разрешил принимать любые меры. Задействовать все резервы. Привлечь весь транспорт для вывоза населения к станции Полевая Южная. Они уже выслали колонну танков и роту ПХЗ. Которые должны быть у нас к вечеру. А пока мы обязаны успеть вывезти сколько сможем. Выезду личного транспорта из города не препятствовать. Связь все еще работает ужасно. Но мы пытаемся транслировать инструкции через радиоточки и громкоговорители. Сорокин. Доставить к месту сбора все ЗК и противогазы, которые найдешь. Особенно детские. Раздайте всем, кто не уедет в первой волне, чтобы дотянули до прибытия транспорта. Вадин. Автоцистерну с питьевой водой туда же. Как доставишь, убери все брошенные машины с пути следования. Как выездной колонны, так и въездной. Не важно как. Ищи хозяев, двигай бульдозерами. Без разницы. Нельзя медлить. Розагир мы уже потеряли. Нельзя потерять мирный. Всех до последнего человека выгоняем. Что угодно. Из показаний радиста Батырова. 21.10. Вел с земли самолет авиаразведки. Запись постоянно прерывалась. Разобрал следующее. Не соответствует представленным топографическим картам. Подозревали ошибку в координатах. Но нет, все верно. Над городом не работает ничего вообще. Фиксируем сильную электромагнитную активность. Похожи датчики радиации и электромагнитного излучения единственное, что работает. Ведем фотосъемку. Но я не уверен, что камера что-то снимает. Также опасаемся, что из-за аномалии системы пилотирования выйдут из строя. Летим на ощупь. Самолет ведет себя в целом странно. Наблюдаем на земле какие-то шрамы или трещины или разломы. Не уверен. Внизу все темное, как будто над городом приглушили свет. Людей не видим. Похоже, город полностью эвакуирован. С такой высоты не берусь утверждать точно. Есть изменения ландшафта. Дома выглядят так, словно подвешены в воздухе. В кабине летает черная или фиолетовая пыль. Оседает на приборах. Не могу понять ее природу и откуда она взялась. Секретно. Из воспоминаний комроты ПХЗ. Вошли в пустой город. Повсюду это жижа. Танки остались на южном блокпосте. Идем пешком. Нас 12. Город покинут в спешке. Это заметно. Никаких биологических звуков не слышим. Ни птиц, ни собак. Нет никого. На пересечении Буровой и Взлетной развернули станцию. Ведем сбор данных. Воздух наполнен какой-то искрящейся фиолетовой черной пылью. Взяли образцы. Идем в сторону центра. Тяжело. Асфальт сдыблен. Земле трещины. Повсюду мазут или нефть. Искрится как снег на солнце. Ветра нет, но по земле бежит поземка. Не можем понять почему так. Собрали немного этой пыли. Маслянистая. Меняем коробки в противогазах каждые 15 минут. Скоро чую вообще кончится. Придется идти обратно к грузовикам. Воздух плотный, как будто под водой идем. Добрались до института. Волота нет. Проверили вводные. Должен быть ровно здесь. Связались со вторым отрядом восточным. Те подтвердили, что да, по нашим координатам должен быть. Странно. Из воспоминаний комроты ПХЗ. Пытаемся понять, куда пропал огромный коллектор. Его точно не вывозили вместе с населением. Попросту не было нужной техники. Темнеет нетипично быстро. Включили фонари. Толку мало. Не бьют через пыль даже на 10 метров. Батареи быстро садятся. Кончаются фильтры. Разворачиваемся. Стрелки радиометров и электромагнитных датчиков зашкаливают. Без тяжелой техники с защитой от пыли и излучения продолжать разведку невозможно. На обратном пути столкнулись со вторым разведотрядом. Те сказали, что Волод стоит возле здания школы. А это полчаса ходу от института. Неясно, как он там оказался. Вместе дошли до блокпоста. Прошли дегазацию. После пообщались с танкистами. С завтрашнего утра будут отправлять отряды по 5 машин. Цель все та же. Сбор образцов. Поиск возможных выживших. Город весь перекроен разломами. Кое-где без гусеничной техники вообще не пройти. В половину четвертого дня город окончательно погрузился в ночь. На фоне остальных странностей этой мы даже не придали большого значения. Прибыли, разместились, все в волнительном ожидании. Не каждый день такие новости. 1952 год Из дневника профессора Меркулова. Записи от 1952 года. Прибыли, разместились, все в волнительном ожидании. Не каждый день такие новости. Вечером идем на НПЗ смотреть. Коллеги обещали обустроить лабораторию в старом здании клуба. Посмотрим на месте, что там нашли. Потом отправим в центр, если что-то интересное. Через час вернется местный химик. Объяснит все на словах. Он пока на добыче. А пока посмотрю записи о разных образцах нефти со всей страны. Может где-то что-то похожее находили. За ужином говорил с Самойловой. Узнал про глубины залегания нефти. Про примерный процент нахождения в ней этого вещества. Говорит, природу его пока не установили. Оборудования тут особо нет. Реагентов тоже немного. Завтра к обеду будет уже более-менее рабочая лаборатория. Тогда и посмотрим. На НПЗ сегодня так и не попали. Уже неделю анализируем природу вещества. Оно точно не является металлом. Но отделить его от сырой нефти смогли именно с сильным магнитным воздействием. Сгенерированное из 100 граммов нефти вещество не смогли взвесить. Нет такого точного оборудования. Перегоняем сразу большие объемы. По консистенции мелкозернистая пыль сине-черного цвета искрится на свету. В колбе можно принять загустую жидкость. Из дневника профессора Меркулова. Запись от 1954 года. Пытаемся идентифицировать химсостав. Безуспешно. Вещество никак не реагирует на наши реактивы. Вообще. Не плавится, не растворяется, не распадается. Со дня на день прибудут микроскопы посильнее. Будем смотреть глубже. Все результаты детально заношу в отчет. Здесь же у меня просто сводные данные. Значительно продвинулись. Это абсолютно новый элемент, который не соответствует вообще ничему из таблицы. Мы похожи на пороги великого открытия. Мы хотели назвать его Мирий. Но в итоге остановились на латинском написании Мириум. Противовес традиции именования. Ведь он просто выходит за рамки таблицы элементов. И имеет с ними мало общего. Шлем запросы по местам добычи нефти по всей стране. Тишина. У всех нефть как нефть. Ничего особенного. Плохо, что не хватает мощностей, чтобы выпотрошить его полностью и узнать его природу. Что это? Новый источник энергии? Сырье для лекарства от неизлечимых болезней? Или вакса для обуви? Из дневника профессора Меркулова. Записи от 1954 года. Часть 2. Добычу на поток. Экстрагируем Мириум из всей нефти, что поступает на НПЗ. Параллельно ведем исследования всеми возможными способами. Очень малое количество присутствует в сырье. Перегоняем нефть тоннами. Заметили, что в состоянии покоя экстрагированный Мириум со временем равномерно заполняет весь объем, который ему отвели. Удержать его относительно стабильно помогает магнитное поле. Закончили строительство хранилища для вещества. Инженеры прозвали его ВОЛОТ. Из-за технической аббревиатуры ВЛТ. В основании коллектора сильные электромагниты, которые не дают Мириуму распыляться в воздухе при пересыпке. Или скорее переливе. Его и старый в банке коллектора. Все собранное пока храним тут, никуда не отправляем. В центр шлем туманные отчеты, мол да, изучаем пока ничего особенного. Нам сейчас особо нечего им сказать. Порой мне кажется, что в темноте вещество искрится. И я могу провести час, пытаясь зафиксировать это свечение. Безрезультатно. Из дневника профессора Меркулова. 5-9 октября 1963 год. Что-то утворили. Эти вояки похоронят весь наш многолетний труд. Это подземные взрывы были, а не землетрясения. Прибежал Вершинин. Сказал, что арзагировцы своими ядерными зарядами тряхнули глубинную породу так, что чуть не похоронили под землю весь наш регион. Катастрофа. Похоже, взрывы затронули какой-то резервуар с Мириумом. В котором вещество, видимо, было в чистом виде. Судя по всему, из этого природного хранилища Мириум медленно просачивается в нефть тысячелетиями. Но основная его масса была как раз в этой оболочке. Но прорыв оболочки полбеды. Далее, видимо, пошла реакция, которую никто не мог ожидать. В первый раз за годы исследования все вещество среагировало на внешний раздражитель. Подземное в волоте. У меня на столе в колбе абсолютно каждая пылинка пришла в движение. 11 лет ничего не было. А тут как с цепи все сорвалось. Я уже в школьный микроскоп вижу, как движутся эти частицы. Как они пытаются прорваться сквозь стенки закупоренных реторт и пробирок. Господи, какой бред. Последняя запись в дневнике профессора Меркулова. Электричества тоже нет. Приборы не работают. Кругом это пыль. За окном нарастает паника. Носятся грузовики, бегают военные, пытаются вывезти как можно больше людей за пределы города. Не успеете. Похоже, это Больцмановский мозг. Далее зачеркнуто. Мы годами не могли разбудить хоть какие-то свойства Мириума. Это удалось ядерному взрыву. Не знаю, температура ли, давление, продукты распада. Я не знаю, но он выглядит живым сейчас. Сознание? Разум? Среагировал Кокон. Среагировало и все, что мы достали из нефти. Все до последней пылинки. Я не могу продолжать исследование. Нас вывозят отсюда. Знать бы, что станет с городом через пару дней. Нулевая валентность? Множество химических формул. Мне нужно остаться. Закончить. Я не могу бросить 11 лет работы. Из отчета старшего лейтенанта Карапетяна. Вспышка, тебе привет. Еще раз обращаю внимание. Это не допросы. В них нет необходимости. Люди перепуганы. Они с трудом могут трезво оценить ситуацию. Мы же просто пытаемся связать воедино крохи информации. Повторюсь, следует крайне осторожно обращаться с этими сведениями. Один нефтяник рассказывал, что выбегая из города со своей супругой, заметил, что она на каждом шагу спотыкается. Спросив о причине, получил ответ, что ей сложно бежать в полной темноте. И что она не понимает, почему их подняли посреди ночи. Нефтяник уверяет, что в тот момент было начало шестого вечера. И не было никаких намеков даже на сумрак. В остальном, женщина вела себя совершенно адекватно. Но она клялась, что сейчас глубокая ночь и злилась, что муж ее не понимает. Опрос показал, что горожане называли разное время, хотя их выводили в одной колонне. Из отчета старшего лейтенанта Карапетяна. Также разные сведения о температуре в тот день. Кто-то кутался в плед от холода, кто-то бежал в одной майке, обливаясь потом. Стоит упомянуть показания местного терапевта Лариной, который за три дня до эвакуации поступил еле живой работник НИИ с серьезными ожогами внутренних органов и полостей. Установить причину не удалось. Кожный покров был без повреждений. Его дальнейшая судьба неизвестна. История болезни осталась в городе. Эвакуированных из Арзагира людей опросить не представляется возможным, ввиду отсутствия таковых. Свидетельство майора Лопахина. К утру вся необходимая матчасть приведена в порядок. На рассвете 10 октября выдвинулись в мирный 13. Перебросить танки по железке не представлялось возможным. Пошли самоходом. Взяли на хвост 12 бортовых грузовиков, а также все свободные фургоны и даже колесные тракторы. Приказ. Переброситься в город. Предоставить гражданскую технику для эвакуации населения. Дальнейшие инструкции получить непосредственно у начальника местного гарнизона или его заместителя. Шли с опережением графика. Дорога хорошая. Уже на полпути стали встречать одиночные машины, едущие навстречу. Потом пошли автобусы, грузовики. Замечали испуганных людей в кузовах. Информации не было. Но полная эвакуация города и скорая подготовка всех имеющихся в округе танков с противоатомной защитой наводила на мрачные мысли. Мы знали про полигон рядом с Мирным, но не были осведомлены о его деятельности. В 14.30 со мной связался командир роты ПХЗ, сказал, что их приборы начали чудить. К этому времени я и сам заметил странности в поведении своего танка. Свидетельство майора Лопахина Странность в другом. Состояние алюминиевых деталей говорит о том, что самолет лежит тут чуть ли не один десяток лет. Все окислилось, потемнело, а тканевая обшивка элементов салона и стлело. Кроме того, весь фюзеляж был облеплен какой-то темной пылью, которую не сдувал ветер. Лейтенант уверяет, что она искрилась как роса, хотя явно не была жидкостью. Но самое непонятное в том, что еще утром самолет с этим номером стоял в ангаре округа со снятым мотором. На крыло его собирались ставить лишь на следующей неделе. Не поверил, связался с авиаполком. Транспортный самолет Ли-2 с бортовым номером ЛС-1138 прямо сейчас стоит в том же ангаре со снятым мотором. Следующий вылет запланирован на 21 число. Транскрипт допроса научного сотрудника первой экспедиции. Ну как вы не понимаете? Из всех способов и идей было выбрано самое невероятное решение. И оно сработало. Было похоже, что Мириум сам направлял нас. Я прекрасно отдаю отчет своим словам. Бедный Николай, мы думали он бредит, но слушались его как старшего по званию. И он оказался прав. Я хочу, чтобы вы передали это его врачу. Этот Мириум хочет назад. Мы его потревожили и должны вернуть все как было. Да, там были чужие танки или что-то, что мы приняли за танки. Мы пришли туда полностью вооруженные. Нас встретили так же. Мы начали стрелять, получили выстрелы в ответ. Я не знаю, было ли это агрессией или попыткой наладить контакт. Мы пришли на его территорию с полным боекомплектами. Чего еще было ожидать? Да, танки единственное, что держит излучение. Но зачем их было так вооружать? Он перестраивал реальность каждый раз, когда мы возвращали очередную его часть. Волод, видимо, был воронкой, через которую вещество попадало домой. Опросите остальных ребят из экспедиции. Они все подтвердят мои слова. Они военные, им-то сочинять точно смысла нет. Как и мне. Мне надо вернуться туда со следующим отрядом. Отнеситесь серьезно. Я там была и знаю, чего ожидать. Транскрипт аудиозаписи допроса командира первой экспедиции. Я устал. Я так устал. Я уже рассказал все. Уходите. Нет, я не знаю. Я не знаю. Не знаю. Да не знаю я. Я с ними не разговаривал. Как я с ним мог разговаривать? Вы его вообще видели? У него что, рот есть? Как он может говорить? Это была просто догадка. Мы хотели домой. Он хотел домой. Это нас объединяло. Я не знаю как. Это как полная ванна, из которой мы вытаскивали затычку. Ныряли в воронку и надеялись выплыть из городского фонтана. А попадали в новую ванну с затычкой потолще. Он просто следовал за нами, как блоха на бумажном кораблике. Но на четвертый раз нам повезло. Я ж вояка. Шагай вон туда. Стреляй вон туда. Там враг и он плохой. Пиф-паф. Какие-то танки. Нам что, чай с ними пить? Видишь врага? Стреляй. А там зеркало. Дым и зеркала, как в цирке. Откуда там танки? Я не бросил их. Им нельзя было помочь. Время истекало. Мы бы не успели. Он хотел домой. Я хотел домой. Я так хотел домой. Нарисовал как смог. Я таких не видел никогда. Стреляли по нему из всех орудий. Бесполезно. Он бессмертный, что ли? И таскали вещество сюда. Говорят, где-то есть его фотографии. Но я все же зарисовал. Огромная гудящая штука. Из результатов расследования межведомственной комиссии по делу Мирный 13. Февраль 1964 года. Что доказывают научные исследования? Таким образом, невозможно игнорировать показания как местных жителей, так и наших военных специалистов, принимавших участие в ликвидации последствий. Очевиден факт влияния вещества на человеческий разум, что влечет за собой необратимые последствия деструктивного характера. Комиссия заключила, что мириум является опаснейшей субстанцией неизвестной породы. Анализ показал, что данное вещество не поддается никакому из известных науке методов контроля. Поэтому дальнейшую разработку месторождения, равно как и поиски новых очагов в нефтяных бассейнах по всему миру, считаем совершенно недопустимыми. Все образцы, вывезенные из города Мирный 13, следует немедленно изолировать, пока не будет найден способ гарантированной ликвидации данного вещества. Из протокола заседания официальной комиссии по делу Мирный 13 марта 1965 года. Очевидным образом, в так называемом мириуме психоактивных веществ, изменяющих состояние сознания, выявлено не было. По результатам проведенных медицинских процедур, свидетельств очевидцев, которые якобы видели в веществе разумную сущность, следует трактовать как последствия стресса. К окончательному выводу войск из города Мирный, угроза распространения вещества в летучей и иных формах полностью пресвечена. На момент завершения всех мероприятий установить назначение и потенциальную сферу применения вещества и его возможных производных не удалось. Проводить дальнейшее исследование нецелесообразно в связи с исключительной нестабильностью вещества. Большинство добытых образцов возвращено в первоначальное хранилище под землей, шахта законсервирована. Для внешних источников инцидент стоит подавать как природный катаклизм, вызванный локальной сейсмической активностью. Ниже следующий абзац изъят из официальной публикации. Необходимо отметить, что при дальнейшем совершенствовании химической промышленности комиссия рекомендует возобновить исследовательскую деятельность и поиск путей применения вещества. Вот такая получилась история. Ну а пока пишите, жмите и всем добра!